Исса Записываю я его по поводу того комментария, который был оставлен однажды под моим видеороликом. Как вы видите, скрин на экране. Здесь якобы Муса Яндаров оставил этот комментарий к моему видео «Книга чисел» 16 глава неделю назад. Но это уже достаточно старый скриншот. Я его сделал и все как-то отлагал эту запись. Вот сегодня, видимо, время пришло. Я его, кстати, попытался найти на канале. Видимо, он или удален, или я не знаю. Но вот благо я сделал скриншот. Давайте прочитаем этот комментарий. Муса Яндаров пишет «Мы, мусульмане, больше, чем вы, так называемые христиане, любим Иисуса. Мир ему. Христолюк мне нашелся». Вот благодаря этому комментарию я хочу показать, что и вот такому вот мусульманину сказать, что никакого Христа вы не любите. И сегодня я это покажу по христианскому писанию. Потому что, несмотря на то, что в Коране употребляется имя Иисуса, они его называют Исой, Иса. Но это редкие, совсем небольшие упоминания. Я их даже сегодня перечислять не буду. Но я, как христианин, с христианской точки зрения, с христианской позицией и пользуюсь, оперирую, естественно, к христианскому писанию под названием, если взять большое собрание, это Библия. Часть Библии является Новый Завет. Ветхий есть Новый. Часть Нового Завета является, частью Нового Завета является Евангелие, благая весть о жизни и учении Иисуса Христа. Частью этого блока Евангелия из Нового Завета является одной из Евангелия. Евангелие от Иоанна, любимого ученика Иисуса или Иссы. Это Евангелие от Иоанна. Именно сегодня, на основании этого Евангелия, на основании этой истории, описанной конкретным евангелистом Иоанном, я покажу вот такому вот мусульманину и им подобным. Я не буду на них сегодня наезжать, да, или что-то оскорблять там, нет, ни в коем случае. Я покажу, что вы Иисуса не любите. И тыкать мне, как христианину, как христолюбцу, не понимаю, почему я выбрал такое себе прозвище, да, как хотите, ник такой, да. Я сделал это именно на основании жизни и учения Иисуса Христа, той истории, которая мне дошла о воплощении Бога. Не пророка, как вы исповедуете, а Бога, который всегда был есть и во плоти, и который 2000 лет тому назад явно открылся людям, чтобы дать им уже 100% верный, истинный, узкий, тернистый, крестоносительный путь восхождения в небесное царство. Поэтому еще раз повторяюсь, мы с вами переходим к Евангелию от Иоанна, так называемой. Если вы мусульмане, я сразу скажу любому мусульманину, кто будет смотреть это видео, что я Коран прочитал целиком. Было это 10 лет назад, на заре моего христианства. Когда Бог мне явно открылся, Бог, не нарушая мою свободу, позволил мне выбрать его истинный образ. Сейчас кто помнит, я рассказывал в истории моей жизни, которая открыта всем на ютубе, я говорил, что я одновременно с Библией, с Ветхим и Новым Заветом, я стал, когда Бог меня призвал явно с небес, явным своим голосом, явным своим светом и любовью, я стал изучать в материальном, в этом видимом мире, в этой реальной жизни, сразу я стал изучать Библию, Коран, Сутры, Веды, все сразу. Поэтому мусульманин, я надеюсь, который будет меня слышать, нет права просто обвинять меня в том, что я не знаю. Я, конечно же, не практиковал, можно сказать, мусульманца, потому что я отверг Коран еще на ступеньке и на стадии теоретического познания, учения Ветхого Завета, Иисуса, то есть Нового Завета. Это мусульманство, исламство, Мухаммеда, как хотите. Хотя, понятно, всем известно, что Коран – это такой же сборник, как и Библия для христиан. Там разные авторы, разные богословы его составляли в разные времена. То же самое Веды, то же самое Сутры. Естественно, все это для каждого человека, который конкретно религии себя, так скажем, соотносит, он этими писаниями оперирует. Вот я сегодня, естественно, буду оперировать христианским писанием, в частности, еще раз повторюсь, частью Писания, Новым Заветом, частью Библии. Из Нового Завета мы берем Евангелие, в частности, из четырех Евангелий, так называемых канонических, мы берем с вами, можно сказать, последнее, как он называется, Евангелие Иоанна Богослова, Апостола Любви. И его с вами прочитаем две главы. Отсюда все сразу станет ясно, кто является христолюбом, христолюбцем, а кто нет. Но я не просто так упоминал о том, что Коран я, естественно, тоже целиком изучал. Читаем мы с тринадцатой главы. Кто знает, тринадцатая глава всего в Евангелии от Иоанна. Это будет большой пространный ролик, я сразу оговорюсь. У кого есть желание, прежде всего, со мной спорить, дебатировать, дискутировать, либо действительно совместно порадоваться истине, дослушайте этот ролик до конца, тогда мы сможем с вами предметно поговорить. Евангелие от Иоанна – это Евангелие, книга, история, состоящая из двенадцати глав, из двадцать одной главы, поделенной человеками. И вот как раз половинка, ну, поделить, если мы можем, это где-то одиннадцать с половиной. То есть тринадцатая глава, она является такой переломной. То есть кто хочет познать, так скажем, учение Иисуса все-таки больше в словах и в поступках таких к людям относящихся, мы читаем до двенадцатой главы все. Тринадцатая глава – переломная. С тринадцатой по семнадцатую главу, это пять глав, а это двадцать пять процентов, это четверть всего, всей той истории, которую описал со своей стороны Иоанн Богослов. Двадцать пять процентов ее, то есть пять глав из двадцати – это четверть, посвящены вот этим последним событиям между той трехлетней проповеди Иисуса и последними событиями его дней, когда его арестовывают, неправедно судят, казнят через двойное наказание, да, его и бичуют, и распинают, где Иисус умирает, где воскресает и возносит на небеса. Но вот пять глав посвящены совсем небольшим событиям. Две главы, тринадцатая и четырнадцатая, посвящена последнему прощальному ужину Иисуса со своими учениками перед арестом. Четырнадцатая, пятнадцатая, шестнадцатая глава – это после этого ужина глубокой ночью они встают и уходят, идут в Гефсиманский сад, или сад в Гефсимане, как угодно его называйте. И семнадцатая глава – это уже непосредственно одинокая такая молитва Иисуса перед его арестом в этом саду, когда его ученики все время уклоняются в сон, да. Вот эти пять глав практически об одних сутках. Вот с этого вечера прощального ужина, да, там даже двенадцать часов, вот эти пять глав описывают двенадцать часов жизни Иисуса. Причем, если тринадцатая, четырнадцатая глава, вот этот прощальный ужин, мы еще с вами его увидим в такой динамике диалога, да, то уже пятнадцатая, шестнадцатая, семнадцатая глава – это монолог, это прямая речь Иисуса. Поэтому я рекомендую обязательно все это прочитать. Но мы с вами сегодня не будем читать пятнадцатую, шестнадцатую, семнадцатую главу, но мы с вами целиком сегодня с вами прочтем тринадцатую, четырнадцатую главу, описывающую события прощального ужина Иисуса со своими учениками. Перед праздником Пасхи, еврейской Пасхи, Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время ужина, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с ужина, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воду в умывальницу и начал мывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему. Я кратко скажу тем, кто впервые будет слушать этот ролик, особенно я бы хотел, чтобы его услышали мусульмане, чуть больше, благодаря другим Евангелиям, которые мы имеем, а это просто разные люди описывали одни и те же события, почему Иисус стал это делать? Потому что между учениками до последних дней, перед арестом Иисуса, они вечно спорили, кто из них больше, кто из них выше, кто достоин сидеть, быть высшими министрами в царстве Мессии. И на прощальном ужине было все то же самое. Они все три года, которые ходили с Иисусом, будучи его учениками, все равно почти ничего не понимали. И до последних дней, до самого практически, как мы видим, ареста Иисуса, они все возносились друг перед другом. Иисус им явным делом явил. Конечно же, Он явил им не пафосное какое-то действие. Омытие ног, как и мы, приходим с улицы, умываемся. Сейчас мы многие ходим в такой закрытой обуви, живем в достаточно чисто асфальтированных городах. То раньше, естественно, в любом доме была вода перед входом, где можно было руки, ноги помыть, были тазики. И, естественно, бедные люди делали это все сами себе, сел, помылся. Богатые люди имели слух, рабов, и это делали, естественно, слуги и рабы. И вот Иисус, чтобы дать пример, таким образом смирив своих учеников и дав им пример, о котором Он не раз говорил словами, что кто хочет быть из вас большим, скажет еще раз, мы сейчас это прочитаем, о том, что кто хочет быть большим, пусть будет меньшим, кто хочет быть господином, пусть будет слугой. Да, это не значит, что надо раболепствовать, просто так присмыкаться друг перед другом. Нет, конечно же, Царство Небесное, Царство Любви, Царство Божье, это Царство свободных людей, любящих просто друг друга, да. Вот именно служащих с радостью, потому что любовь это и есть оказывание добрых дел. И вот Иисус это и делает со своими учениками. Это мы знаем просто из других Евангелиях, поэтому я дополнил это Евангелие от Иоанна. Подходит к Симону Петру, это кто знает, самый такой горячий, рьяный ученик Иисуса, и говорит ему, Господи, Петр ему отвечает, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю сейчас, ты не понимаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек? Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Конечно же, я сегодня его опущу, хотя вот не могу сдержаться, постараюсь минимум комментировать все эти места, дойдя до сути. Цель, конечно, нашего ролика показать, что мусульмане никаким образом не могут являться христолюбцами. И любят они не Иисуса. Любят они своего Ису, описанного в Коране всего в нескольких фразах, в нескольких цитатах, в нескольких эпизодах. Иса и Иисус – это абсолютно разные личности. Это цель, конечная цель, предмет, тема сегодняшнего видео. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои тогда, раз я хочу иметь с тобой часть, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весть, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего потому и сказал, не все вы чисты. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господином и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны, счастливы, вы когда исполняете? Раз, акцентирую на этом внимание. Не о всех вас говорю, знаю которых избрал, да сбудется Писание. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, принимает меня, а принимающий меня, принимает пославшего меня. Сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Тогда ученики озирались друг на друга, не думевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, кто говорит, о котором он говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я обмакнув кусок хлеба, подам. И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после этого куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал ему. А как у Иуды был ящик для сбора милостыни для нуждающих, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тот час вышел, а была ночь. Когда вышел Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе, и вскоре прославит его. Дети, недолго уже мне быть с вами. Будете искать меня, и как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. Заповедь, обращаю внимание, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Каким образом? Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, христиане, если будете иметь любовь между собою. Здесь очень важные два момента. Первое, что Иисус, когда говорит заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. В чем же новизна заповеди Иисуса? Разве Бог изменяет? Разве Бог от начала сотворения времен и первых песен не был любовью? Бог – любовь всегда. Любовь создала этот мир. Любовь о нем промышляет и заботится. Потому что это именно проявление любви, забота, попечения, доставление радости. И любовью все всегда заканчивается и к ней все возвращается. Она – начало, путь и конец. В чем же новизна заповеди Иисуса? Я сейчас хочу, чтобы меня услышал мусульманин. Заповедь новая, данная Иисусом. Новизна ее в том, чтобы любить друг друга, как Он возлюбил нас. А как вы будете любить, скажите мне, пожалуйста, исполнять заповедь Иисуса, если вы ничего не знаете о Его жизни и Его учении? Пожалуйста, ответьте мне хотя бы в комментариях под этим видео. Хотите лично? Пишите, звоните, давайте общаться. Каким образом? Вы говорите «Я люблю Иисуса». Ниже или дальше, по тексту, по видео, мы с вами уже прямо узнаем. Что такое любить Иисуса? Ну, я вас уже здесь подготавливаю. Вы же видите, что заповедь, которую дает Иисус, это любовь всего Его творения Божьего, в частности, люди, которыми являются, по образу и примеру самого Иисуса. У вас есть полноценное описание, хотя бы, ну, полноценное я беру как за идеал и фундамент, хотя бы то Евангелие, которое имеется во всех так называемых христианских религиях, православие, католицизм, протестантизм, хотя бы это Евангелие, если взять за основу. У вас есть что-то подобное, описывающее жизнь и учение Иссы? Вы можете читать, назидаться и подражать поступкам, и исполнять слова Иссы. Разве у вас есть оно? Покажите мне. Покажите мне ваше писание в Коране или вне Корана, может быть, есть какое-то дополнительное писание, где подробно изложено жизнь и учение Иссы. Я вам показываю маленькую часть его, чтобы заинтересовать, чтобы, если у вас появилось желание узнать побольше об Иссе, прочитайте Евангелие, прочитайте жизнь и учение Иисуса Христа хотя бы глазами христиан, тех писаний, которые они сохранили, о реальном Боговоплощении, о реальном пришествии Бога на землю. Я читал Коран, я могу с вами говорить на равных. Вы читали Евангелие? Чтобы, в частности, Муса, который мне написал этот комментарий, обвинив меня в том, что я никаких христолюбцем не являюсь, и возвысив мусульман, что они якобы любят Иисуса, вы читали Евангелие? Я читал Коран, я могу говорить с вами на вашем языке. Симон Петр сказал ему, Господи, куда ты идешь? Иисус отвечал ему, Куда я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, но после пойдешь за Мною. Петр сказал ему, Господи, почему я не могу идти за Тобой, и теперь я душу мою положу за тебя. Жизнь. Иисус отвечал ему, Душу свою положишь за Меня. Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня. Трижды. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего, я хочу сказать опять мусульманину, Иисус делает себя равным Богу. Почему вы от такого, как я, христолюбца, слышите, что Иисус – это даже не Сын Божий, потому что сам Иисус, на прощальном ужине со своими учениками, что является апогеем жизни и учения Иисуса, он и во время своего служения не раз об этом говорил, но уже своим ученикам он говорит явно, кто он есть. Я хочу, чтобы мусульманин, да и христиане многие-то не верят, что Иисус – это Бог. Я хочу, чтобы меня услышал. Мой ролик посвящен мусульманам. Иисус прямо называет себя Богом. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте. Как можно веровать в человека? Разве Иисус призывает себя верить, как в человека? Он делает себя равным Бога. За что Его и распяли. Иисус продолжает свою речь. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. Еще раз Иисус делает себя равным Богом. Он говорит, что дом Отца обителей много. Разве кто-то, кроме Бога, способен сотворять человеку обители? Иисус говорит, Я – Отец одно. Отец сотворил обителей много, но если их недостаточно, Я сотворю еще больше. Иисус еще раз делает себя равным Богу. Он и есть Бог. Он говорит, что Я и Отец одно. Сейчас мы об этом услышим. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Каков же путь? Хождение за Иисусом. У вас Он есть в мусульманстве? Есть Он в Коране? Есть в Исламе? Учение пути за Иисусом Христом? Есть у Иссы путь? Какой путь Иссы в небесное царство? Скажите мне. Фома сказал Ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Иисус сказал Ему, Я есть путь, истина и жизнь. Скажите мне, пожалуйста, мусульмане, разве истина – это не Бог? Разве жизнь – это не Бог? Разве это не синеймичные слова? Бог, бытие, истина, любовь, совершенство, святость. Иисус говорит, что Он – это и есть. Я – есть истина. Разве Иса говорил такое? Разве в Коране вы узнаете, что Иса сказал, что Он – есть Бог, Он – есть истина, Он – есть сама жизнь? И путь к этой жизни, к этой истине, и есть благо бытие, у вас в Коране это написано? Вы любите Иисуса Христа? Вы любите Ису, Ису, Иса и Иисус Христос? Это разные вещи. А что же говорит Иисус дальше? Мы прервали Его речь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Отныне знаете Его и видели Его. Разве вы знаете Иисуса? Вы знаете Ису. Как вы видите, по этим двум главам, я надеюсь, вы сегодня убедитесь, что Иса и Иисус – это разные люди. Да, это описаны людьми. Якобы пишут об одном человеке. Но то, что вы читаете в Коране об Исе, и то, что вы читаете в Евангелиях об Иисусе Христе – это два разных человека. Две разных личности. Более того, в Евангелии Иисус – это не человек. Это Бог. Как и мы с вами. Боги, какой Он нас назвал, и дети Всевышнего все мы. Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас, что Иисус ответил Фоме. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые Я говорю, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне, а если не так, то верьте Мне по самим делам. Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше их сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю. Если любите Меня, кто такие христолюбцы? Это те, которые, как мусульмане, говорят, мир, мир Иисус, Иса, мир Ему и хвала. Ну, петь можно по Нигирике, кому угодно. Кто такие христолюбцы, любящие Христа? Если любите Меня, если Вы христолюбцы, соблюдите Мои заповеди. Я попрошу, кто, если мусульмане, будут слушать Меня, пожалуйста, в комментариях, в личных сообщениях, звоните по скайпу, «Приведите Мне пример заповеди Иисуса». Я Вам читаю маленькую часть из Евангелия, которая на русский переводится как «Жизнь и учение Иисуса Христа». Естественно, во всем этом Евангелии Иисус прямо говорит, что надо делать, как поступать и как надо учить. Его слова никогда не расходились с Его делами. Мы с Вами читаем, так скажем, теорию, хотя бы как мы с Вами даже успели увидеть «Жизнь и учение Иисуса Христа», когда вокруг Него и Его ученики превозносятся, Он их делом и словом учит смирению. И таково все Евангелие, если Вы обратитесь к Нему и прочитаете его целиком. Вы соблюдаете заповеди Иисуса? Если Вы соблюдаете заповеди Иисы, покажите Мне, сколько у Вас заповедей Иисы в Коране, сколько у Вас примеров Его жизни и сколько у Вас слов Его учения. Я думаю, что они все вместе под одним комментарием маленьким на Ютубе. Евангелие достаточно пространное по сравнению с тем, что Вы напишите. Вы соблюдаете заповеди Иисуса? Или хотя бы соблюдаете заповеди Иисы? Какие они? Напишите Мне. Где Ваше Писание, где Иса дает заповеди? Где что-то известно о Его жизни, откуда я мог бы из личного примера Его поступков назидаться, как я должен поступать в этом мире, лежащем во зле? И я умолю Отца и даст Вам другого утешить, да пребудет с Вами вовек Духа Истины, Утешителя, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А Вы знаете его, ибо он с Вами пребывает и в Вас будет. Не оставлю Вас сиротами, приду к Вам еще немного, и мир уже не увидит Меня, а Вы увидите Меня. Ибо Я живу, и Вы будете жить. В тот день узнаете Вы, что Я в Отце Моем, и Вы во Мне, и Я в Вас. Кто имеет заповеди, Мои мусульмане, Вы имеете заповеди Иисуса Христа? Исы? Перечислите мне их, пожалуйста, в комментариях. И иметь недостаточно, знать пути пройти, и не одно и то же. И соблюдает их тот Христолюб, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Иуда, нескориот, говорит Ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал Ему в ответ, кто любит Меня, кто Христолюб, тот соблюдает Слово Мое. Еще раз я говорю, вы видите, Иисус три раза сказал, и я три раза повторяюсь тоже. У вас есть Слово Иисуса, вы Его соблюдаете, у вас есть Слово Исы, Иисус прямо говорит, что любовь к Нему, это соблюдение, это сначала знание получается, вы должны узнать Его слова, Его жизнь, и идти тем же путем, брать пример в Нем для подражания, поступать точно так же, как поступал Он. Соблюдать Его Слово, исполнять Его заповеди, это синемичные понятия. Мы видим, как Иисус по-разному говорит в разных интерпретациях об одном и том же. Вы делаете все это, покажите Мне заповеди Исы в Коране или еще где-то во внешнем писании, по которым вы живете, по образу и примеру Его жизни, Его поступков, по Его словам. Как вы можете вообще сравнивать мусульманина и христианина, еще и называться христолюбцами. Вы не любите Христа, вы не любите Иисуса, вы не любите Ису, потому что вы любите только своего Ису, но не того Ису, который был на самом деле на земле. Иешуа, исходить по-еврейски. Потому что Коран был написан через восемь веков. Неужели вам неинтересно почитать, что о нем писали не мусульмани, которые появились, и мусульманство, которое появилось намного позднее, пусть шесть веков, семь, восемь, неважно, какая там точная, приблизительно точная историческая дата. Возьмем безоговорочную дату пять веков. Уж не раньше пятого века всем известны все эти события, происходящие на Востоке. Кто любит меня, тот соблюдает мое слово. Вы не знаете его слово и не соблюдаете его. Ты не имеешь права. Я к чему подытожу туда. Какой бы я ни был христолюбец, как бы я не исполнял заповеди Иисуса, я хотя бы знаю его слова, знаком с его жизнью и пытаюсь всячески ее притворить в своей жизни. Вы даже не знаете слов. О каком христолюбстве, о какой любви к Иисусу вы можете говорить, заикаться, если вы даже ничего о ней не знаете. Ни о жизни, ни о слове самого того, кого вы якобы любите. А любовь, Иисус сказал, если вы любите, вы исполняете то, что я вам повелеваю. И отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Вы не любите Иисуса. Вы не соблюдаете его слов. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца. Это сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как дает мир. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не доустрашается. Вы слышали, что я сказал вам, иду к Отцу, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу моему, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо князь мира сего идет, и во мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, очень внимательно на эту последнюю речь Иисуса на прощальном ужине своим ученикам. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, как заповедал мне Отец, так и творю. Не просто говорю, а творю. Встаньте, пойдем отсюда. И они встают и уходят с прощального, с этого ужина. И идут в Гефсиманский сад. Иисус прямо говорит, что любовь к любимому, к любящему, проявляется в том, чтобы исполнять в своей жизни деятельность то, что он услышал. Вот что такое любовь. Прежде чем переходить к заключительным выводам того, что я все сказал, я хочу, чтобы мы еще в Евангелии в этом обратились чуть повыше теперь, к 10 главе Евангелия. Это уже близко к 13 главе, кто слушает, кто понимает, кто видит весь этот контекст. В Иерусалиме происходят такие события, что Иисус уже очень известен. Иисус творит много чудес. Он исцеляет больных, дает зрение слепорожденное, воскрешает мертвых. Я хочу зачитать для мусульманина еще один эпизод, и на этом не утруждать больше. Дальше, если у вас появилось желание, если Господь коснулся вашего сердца, вы сами прочтете Евангелие. Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновлений, была зима, и ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать в нас в неведении, если ты Христос, скажи нам прямо?» Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я, во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо мне. Но вы не верите, ибо вы не завец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои, слушаются голоса Моего, Моего, заметьте, а не Бога, Он претендует на роль Бога. И Я знаю их, и они идут за Мною, не за Богом, за Иисусом Христом. И Я даю им жизнь вечную. Кто может дать жизнь, тем более вечную? Кто является источником жизни? Кто дает человеку дыхание и все? И не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Кто может так уповать на человека? Вы будете уповать на человека, мы уповаем только на Бога, а Иисус прямо говорит, что все в Его руке. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. А что говорит дальше Иисус? Я и Отец одно. Подведем итог. Что же мы услышали из прочитанного? Разве Иса пророк объявлял себя Богом? Разве пророк Исафка ранее вы читаете, что Он назвал Себя одним целым? С Богом? Разве Он говорил такие вещи, что кто видит Его, уже видит Бога? Ибо Он есть Бог. Я вам не зачитал все места, где Иисус прямо называет Себогом, где потом Его последователи, ученики, свидетели, христиане, христолюбцы говорят прямо о том, что Он есть Тот, кто создал все. Разве Иса это Иисус Христос? Нет. Разве вы любите Иисуса Христа? Нет. Почему? Потому что вы ничего не знаете о Его жизни, о Его учении. И уж тем более, как можно соблюдать, не зная того, что нужно соблюдать. Я надеюсь, я грамотно и последовательно мусульманину ответил на то, кто такой христолюб, в принципе, сказав о себе и о всех последователях жизни и учения Иисуса, дал понять, кто им не является. И надеюсь, может быть, хоть как-то замотивировал, заинтересовал подробно познакомиться с жизнью учения Иссы, как вы говорите, пусть даже и в писаниях не только мусульманских авторов. Евангелие, история благовестия о жизни и учении Иисуса Христа доступна в интернете. Вы можете почитать ее на моем сайте, вы можете просто в любой поисковой системе Google или Яндекс пальчиками набрать на клавиатуре Евангелие. Если вам непонятно, какие они бывают, я вам сразу назову конкретно четыре Евангелия, канонические, так называемые. Это Евангелие от Марка, самая короткая, 16 глав. С него я лично рекомендую начать, хотя, кто знает, кто не знает, говорю, для мусульманов те же самые. Канонические последовательности начинаются с Матфея, но Матфей как раз это второе по каноническому списку. Я всегда рекомендую, и в общем-то вся библистика на самом деле даже в этих религиозных направлениях христианских рекомендует библистика, именно читать Евангелие от Марка I, но в каноне, в той Библии, которую вы можете в бумажном варианте купить, или в электронном виде видите в интернете на сайтах. Там стоит Евангелие от Матфея II, но оно 28 глав, оно самое большое, там достаточно длинные пространные речи Иисуса, вот именно передающие суть его словесного учения, начинать желательно, знаете, слова человека ничего не значит без его жизни. И вот Евангелие от Марка, оно самое короткое, оно самое динамичное, оно самое такое, состоящее из поступков Иисуса, кратких бесед, монологов, действий постоянных, оно читается очень быстро, очень легко. И Евангелие от Марка вам даст достаточную понятную картину о жизни и учении того, кого вы называете Исой. После Евангелия от Марка я, конечно же, рекомендую прочитать Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки следующим, оно является 24 главным повествованием, что-то среднее, и закончу все это Евангелие от Иоанна, богослового, апостола любви, любимого ученика Иисуса, которое по объему своему в 21 главы в некоторых местах достаточно сильно, кардинально отличается и сутью, и повествованием от всех так называемых этих синаптических Евангелиях, которые я вам перечислил от Марка Матфея и Луки. И тогда у вас сложится полная картина. Вы ничего в своей жизни не потеряете. Если вы боитесь разувериться в мусульманстве после прочтения Евангелия христианского, то вы просто не утверждены в своей мусульманской вере. Я вам личным примером свидетельствую, что я Коран читал от корки до корки, прочитал, изучил и сознательно выбрал Евангелие как истину путь, который дает мне, идя по этому пути, благо бытие в этой и последующей и веки веков жизни. Я на этом прощаюсь мусульманам, да и христианам пару зачастую, находящихся в псевдо-христианских религиозных организациях. Я желаю познать истину и пройдя совершенным путем крестного, узкого пути в Царство Небесной евангельской жизни обрести благо бытия. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok